Приветствуем вас, друзья, на канале The Drunk Lab Show, очередной выпуск программы Degustation, Андрей Геннадьевич, Сергей Карлович, сегодня мы собрались здесь, чтобы протестировать особенное пиво, чем оно особенное, то что произведено оно на фабрике, но оно позиционирует себя как крафтовое, вот сейчас мы посмотрим, что это такое, называется это пиво Bertin Champs, вот такое сложное название, произведено оно, друзья, мои, в Бельгии, вот, и сегодня у нас представлено три экземпляра этого пива, замечательно, Triple, Brune и Blonde, да, вот, и рассмотрим, потихонечку тоже какими-то своими впечатлениями по поводу этого пива, поделимся, вот, сегодня мы приготовили кофе, как настоящие бельгийские эстеты будут перебивать запах, не так, что просто, как обычно, да, сегодня будем с эстетическим подходом подходить к вопросу, потому что пиво это, во-первых, не дешевое, во-вторых, как нам обещали, что будет масса всяких разных у него оттенков и сортов вкусовых, да, начиная от лимона и лайма, заканчивая копченой колбасой, даже пыль обещали, даже пыль обещали, ребят, поэтому мы не могли его мимо просто никак мимо пройти, опять же, популярен крафт, производственный крафт-бутылки, последние выпуски, на самом деле, у нас были посвящены достаточно много крафту, крафтовому пиву, да, но еще раз отметим, что это пиво не крафтовое, оно именно позиционирует себя, как крафтовое, и это решается, в первую очередь, его дизайн, да, то, что вот такая вот, я бы назвал эту этикетку, вот, как оберточная бумага, знаете, такую, да, что-то такое, даже она как-то на ощупь, на ощупь, да, вот такая, немножко рыхлая, такая, небрежная, вот, то есть, вроде как, что пиво такое не фабричное, а домашнее, в какой-то степени, а домашнее, домашнее, да. Значит, ребят, как будем его пить, будем пить по градусности сегодня, решили так, потому что блонд у нас имеет 6,2 оборота, потом... Ну, 7,0 здесь, насколько я помню, да, темная у нас 7,0, темная будет в середине и завершит трип с 8 градусностями. 8 градусов, да. Ну, посмотрим. Ну, опять же, что хочется отметить, то, что пивоарния, это бельгийская, достаточно новая, да, то есть, она была основана в 2013 году, сейчас у нас в 2017, его... Ну, и постепенно тоже как-то вот развивается и пытается какие-то новые рынки избыто налаживать. Вот мы сейчас хотим посмотреть, вообще, стоит оно того, чтобы его там брать, покупать за такие деньги, все-таки... Вот Андрей Геннадьевич у нас отвечает за коммерческую составляющую нашего, наших эфиров, да, и поэтому, Андрей Геннадьевич, скажи, сколько стоит пиво? Пиво стоит от 350 до 420 рублей за бутылку, соответственно, то есть, 3 бутылочки пива выпил, 1000 рублей, грубо говоря, ушло, вот, поэтому очень интересно это все посмотреть, но давайте уже перейдем, наверное, непосредственно к блонду, 6,2 оборота, 15 экстрактивность начального сусла, Сергей Карлович, будьте так, любезны. Я подсаблю, сделаю это аккуратно, не как обычно, с выстрелом, да, все у нас сегодня по-эстетски, друзья мои. Как Сергей Карлович обычно говорит, что я любитель бельгийского пойла, а Сергей Карлович любитель голландского пойла, да, ничего-то другого именно пойла, и поэтому сегодня, наверное, я буду как-то, ну, не то, что отвечать за этот выпуск, но... Да, вы все-таки в бельгийской школе больше понимаете, да, делать как-то свои какие-то аналогии, обрати внимание, плавает какое-то говно на нее, да, плавает очень много дрожжей, очень много, я первый раз вижу, чтобы столько именно дрожжей плавало в бутылочном фабричном пиве, да, вот, первый раз... Бельгийский стандарт, почему-то мне больше связано с какой-то Америкой, или с Британией, или с Америкой, ну, что-то вот какой-то, ну, точно не Бельгия, как-то угольно, вот, как-то... Да, 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 я бы тоже, наверное, это отметил, как особенность этого пива, то, что оно какое-то такое, ну, не бельгийское, вот, бельгийское, это, я не знаю, в моем понимании, это что-то стелла-артуа, может, что-то... Такое все красивое, такое, с какими-то арками, с рюшечками, с арками, да, с какими-то пидончиками, здесь такого нет, опять же, да? Здесь какой-то топорный стиль, топорный. Топорный стиль, действительно, да. Ну, и вот, кстати, вот эти дрожжи, которые плавлены на дне, они практически все уже и в стакане у меня, кажется. У меня тоже есть, но у меня есть, но они такие более мелкие, да. Ну, может, это такой, знаешь, как это, как с Жигулевским был Зукусон, в бутылки прилагается, все-таки... Ну, как и аромат? Слушай, ну, аромат такого как-то явно... Будьте здоровы, Сергей Карлович! А вот и пыль! А вот и пыль нам подъехала! Ну, аромата я такого какого-то... Не вижу выраженного какого-то... Для Бельгии, вот здесь, для Бельгии. Опять же, за что я не люблю Бельгию? За кислятину! Мне кажется, что кислятина, это вот именно... Ну, смотри, блон! Особенность бельгийского пива. Ну, блон, похоже на блон, такое светлое, блондинистое. Газов много, да? Попробуем? Ну, давай. Оценки будем выставлять по десятибалльной шкале, как выводится, да? Можно подробить пополам. Можно подробить. Да, действительно, настоящее бельгийское пиво. Бельгийское пиво, да. Сразу чувствуете? Именно вот этот сорт, как раз, блонд, да? Он, наверное, очень свойственен Бельгии. Ну, хотя я могу сказать, что пиво-то неплохое на вкус достаточно. Но мне напоминает кефир. Такой кисленький немножко, вот такой вот. Да. Порожа мне отдалет. Плюс еще пенки. Пенка, да, да. И, кстати, на самом деле, для блонда... Хотя, в принципе, бельгийские пива, наверное, они вообще сами по себе достаточно крепки. Потому что для блонда 6,2 оборота, ну, плюс 15 экстрактивность начального сусла. Ну, достаточно много, я считаю. Достаточно много. Но пиво чувствуется, что оно такое, достаточно благородное, да? То есть, вот букет у него, именно, какой-то пивной. Вот такое пиво, знаете, не хочется как-то быстро вот так вот. Выпил стакан, и все. И давайте перейдем к следующему, да? Хочется вот так вот его вот. Можно, действительно, взять бутылочку, посидеть, открыть, налить в стаканчик 0,5. Притом не такой пивной кружкой, а вот именно такой вот фужер. С ножкой. Да, с ножкой вот такой вот чисто. Вот такого. Такого, только не коньячный. Хотя можно и в коньячный, в принципе, нахерачить. Будет примерно такой же эффект вот. В принципе, мне нравится. Но пиво, да, достаточно вкусное. Ну, опять же, мы в программе Degustration всегда пытаемся проводить какие-то аналогии, да? Я не знаю, что-то искать такое. Сравнения. Сравнения какие-то, да. Вот. И, наверное, чем бы я сравнил, это с Blanche Денеш. Есть такое пиво, тоже, опять же, бельгийское, да? Она, наверное, чуть-чуть подешевле, чуть-чуть, наверное, более раскрученная. Вот если, опять же, сравнивать, то я бы, наверное, сравнил именно. Слушай, насчет, конечно, цены сейчас уходить далеко не будем, но все-таки у него и бутылка такая, она вот сделана под шампань. То есть вот с этой вот выстреливающейся пробкой. Потолок. Да, с чекой такой, так называемый. Ну да. И все-таки там объемы, извините, меня 0,7, как правило, потому что они, ну, как обычно бутылка шампанского. То есть, действительно, пиво, как такой праздничный какой-то напиток, да? Да, прям, он открыл, так у тебя праздник повседневно. Хотя, в принципе, пиво, то есть никакого шампанского, ничего такого, ни Новый год, ни день рождения. Да. Ну вот, опять же, кислинка вот эта, она, наверное, делает свое дело, опять же, в вопросе приверженности к той или иной школе, да? Опять же, бельгийскую школу что отличает? Именно вот, какие-то фруктовые нотки, опять же, да? Вот, инжир, вишня, вот что-то такое. Вот, персик у нас в одном из выпусков, опять же, было пиво с персиком. Да. Да, вот. Но, тем не менее, вот эта вот кислинка, она все равно присутствует, как правило. То есть, пиво может быть фруктовым, бельгийское пиво может быть фруктовым, но, тем не менее, какая-то вот горечь такая вот, даже не горечь, а вот это вот, правильно Сергей Николаевич говорит, эта вот кислинка, она все равно, как бы, выражает вкус, то есть она не лишняя. Да. Но, опять же, вот, зачет этому пиву могу, наверное, отметить то, что эта кислинка, она не задерживается. То есть, ты ее пьешь, ты ощущаешь, что она у тебя как-то на языке не остается. По пиву горлова, если она у тебя не встает, как бы, ты ее выпил, и все, и забыл. И вот есть какое-то, действительно, такое вот, немножко фруктовое даже, может быть, в какой-то степени, такие нотки фруктовые, какие-то сладкие такие есть, да. То есть, в целом, эксперимент удачный. Хорошо насладиться таким пивасом, ну что, может быть, к оценкам? Стаканы пустеют, оценки подходят. Ну, ставлю семь с половиной этому пиву, оно, действительно, заслуживает того, чтобы его попробовать, да. Опять же, я, как не любитель бельгийской школы, ставлю этому пиву, ну, достаточно высокую оценку. Ну, я, наверное, поставлю восьмерочку, не буду далеко от тебя уходить, поставлю выше, чем обычно, как это ни странно, потому что люблю действительно фруктовые бельгийские компоты. Ну, все-таки, это не такой капот. Если его сравнить с каким-нибудь кастель руж, то это, конечно, не кастель руж. Я бы, наверное, сказал, что он все-таки поинтереснее, чем кастель руж, у него есть какой-то вкус более свежий, что ли, какой-то. Все-таки кастель, он такой немножко, специфика бутылочного пива, она дает себе знать в нем, здесь, наверное, в меньшей степени. Ну, что, переходим тогда к нашему, к нашей следующей. Остается в своем месте, с перевернутой крышкой, да. Следующее пиво бельгийской, как ни странно, той же серии, той же марки, называется оно... Брюне. Брюне. Ну, что значит брюне? Как брюнет, да? Как брюнетка, только темная. Ну, в принципе, брюнетка тоже темная. Только это, по-моему, совсем темная. Ну, цвет такой... А пена, смотри, опять... Во-первых, пены много. Пены достаточно много, но пена шапка, она такая вот, держится. То есть, ты вот налью. Бывает, знаете... Хотя пиво постояло, оно как бы не тряслось и нигде, в основном. Бывает, нальешь пиво, и она, вернее, пена, начинает расти вверх. Вот так, растет, 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 и в конце концов, выплескивается. Здесь такого нет, пена стоит абсолютно ровно. На своих местах, в общем. Да, вот, как бы... Сергей Карлович, как и ценитель настоящих темных пивов... Ну, опять же, я же специалист по... Да, смотри, как банан на просвет, а вообще просвета вообще нету. Ну, просвет есть. Ну, он есть, только посмотри на свет, а не на черный квадрат болеющего, который висит на стене. Ну, просвет есть, просвет рубиновый. Рубиновый, да, я бы, наверное, тоже отметил, что... Вот, пепси-кола примерно такая же на просвет. Да, запах интересный, кстати. Так, кофе. Как истинный эстет, занюхивающий кофе. Ну, опять же, вот... Запах чувствуешь, что такой бельгийский? Бельгийская такая же... Абсолютно бельгийский запах, абсолютно вот кислый такой. Слушай, даже какие-нибудь, может, я фруктовые нотки здесь могу отсеять. Вот какой-то может. А я бы, наверное, отметил какую-то вот копченость. Копченый солод, он здесь... Ну, надо пробовать здесь есть, да. Надо пробовать. А кофе я тебе тоже, кстати, советую. Хорошо ароматы перебивать, чтобы с предыдущим не перепуталось. Ну, мы же пиво не нюхать будем, мы пиво не пить. Если только кофе во одну, так да. Да, очень такой вот характерный, копченый такой привкус. У него чувствуешь? Знаешь, как вот поехал в какой-то немецкий бар, наверное, в Германию. В Германию? Да. И там вот пиво себе заказал светлое, пока жду, мне, короче, колбасы принесли. Таких вот. Вот настоящие немецкие колбаски, да, вкусные такие. С горчицей. Да, с горчицей. Ты пока эти колбаски, короче, наворачиваешь, пока тебе пиво снесут свежие, только налитые, из бочки из какой-то. И вот вкус этого пива вот как-то ассоциируется с этими колбасками, мне кажется. Хотя, горечь какая-то есть для характера, для какого-то, может, я не знаю, стаута. Что-ли, вот такая какая-то корчинка. Но опять же, это какая-то очень густая корчинка, да. Она вот появляется и мгновенно исчезает. И остается кисленько. Вот, на мой взгляд, опять же. То есть, в принципе, бельгийские пива, они рассчитаны на это. То есть, они, как бы, своей горечью, ненавязчивой или какой-то кислостью, они вам дают вкус, но этот вкус у вас моментально так же назад оп и забирают себе. Потому что, как бы, он у вас не осаждается нигде во рту или в горле или еще где-то. И поэтому, как бы, вот вы... Потому что, если взять даже тот же Иппо сорт, к примеру, да. То есть, там есть действительно такая тема, то, что в послевкусии это держится очень-очень-очень долго. Здесь все-таки такого нет. Глоточек сделали, пиво вот так прошло вниз и все. И вы о нем забыли, как бы. Практически забыли, да. Вот это, наверное, особенность этого пива. Но, опять же, наверное, в очередной раз скажу то, что привкус дрожжей в этом пиве мне не совсем нравится, да. То есть, у меня это ассоциируется с моим детством, когда я, когда мне было там 4 или 5 лет, моя бабушка тогда еще была живая и готовила пироги, ну вот. И покупала в ближайшем магазине сырые дрожжи вот такие вот для хлеба. Да, да, да. Для хлебопекарной просто дрожжи банальные, да. И вот, я не знаю, я их тогда несколько раз пытался пробовать, да, и у них действительно был вот такой вот вкус, кислый вот такой вот. Он мне сейчас вот очень сильно напоминает, но единственное, когда я эти дрожжи, короче, пробовал вот. Теперь мы просто будем почти те же самые дрожжи, только в бутылке запечатанной, которая стоит 400 рублей. 400 рублей, да. Ну, а касаемо вот именно того, что темное пиво, там, то да сё, вот. Наверное, все-таки, стаут и портер отличаются наразительно. Они, в короче, в первую очередь, своей, наверное, плотностью. В общем, Бельгия не умеет делать темные сорта пива, как правило, скорее всего. Ну, они же любят там эль, вот как раз эль, наверное, это самая распространенная вещь. Бланш и эль. По Бельгии. Да. Стаут это всё-таки такая, опять же, британская тема. Да, британская тема, и то есть, как бы, вот, никогда не спутывайте бельгийский эль с каким-нибудь британским стаутом. То есть, разница просто, она колоссальная. Хоть и там используется такой вот жареный, копченый солод и здесь, но, опять же, вот, убери кислинку и, может быть, мы бы тогда поговорили. Ну, Сергей Карлович, согласись, вообще пиво для наслаждения. То есть, не хочется никуда не торопиться, хочется вот так вот откинуться в кресле тихонько, как бы, налить себе бокальчик такого пива, можно стаканчик, можно кружечку темного пива. И вот так вот сидеть потихоньку, как бы, под какую-нибудь, не знаю, там, телевизионную программу, можно какой-нибудь фильм включить. Можно просто посидеть. Пожелательно европейский какой-нибудь. Да, можно просто на кухне посидеть. А можно вообще где-нибудь летом выйти на балкон. Ну да. В хорошую погоду. Не, ну вот ты смотри, Геннадж, ты хоть и не нюхаешь пиво, я тебе просто приведу сейчас пример. Вот, нюхай кофе. Нюхай кофе. А тебе пиво? Я нюхаю пиво. Чего за кислятина какая? Да. Совсем кислая. Совсем кислая. Ой, кислая. Прям. Ну вот. Ну, как говорится, нюхать пиво надо пить. Ну да. Вот. Ну, что, может, к оценочкам перейдем? Ну ставлю пять с половиной. Все-таки я, наверное, это пиво не очень оценил. Ну, давай я поставлю, наверное, шестерку, потому что как-то Бельгия, темное пиво, у меня это вообще плохо ассоциируется. Бельгия с темным пивом вместе, а не как бы, знаете, как нейтроны и протоны друг от друга отталкиваются. Вот так же и примерно у меня, то есть темное пиво с Бельгия, ну, как бы, по разные стороны. Я обычно, если Бельгия, значит с вишней. Ну, либо с какими-нибудь фрунтовым коктейлем в придачу. С персиком. Вот. И поэтому, ну, поставлю... Сколько ты поставил? Я поставил пять с половиной. Пять с половиной. Пять с половиной. Я шестерочку поставил. Шестерочку. Ну, хорошо, да. Ну и переходим к следующему, друзья. Вертин Чемс Трипл, да. Такое тоже интересное. Ну, опять же, оно светлое, белое, да. Вот. И Трипл. Ну, я, по всей видимости, это имеется в виду, что трехмельно здесь как-то использовался. Вот. Поэтому Трипл? Да. Ну, мне так кажется. Трипл. Еще вот это... Вот мне интересно, что это за цифра. 13, 43. Честно говоря, я не знаю, но это может быть какой-то старинный рецепт, да, приготовления пива. Трипл. Триста тысяча сорок третьего года, что ли, который? Ну, это уж совсем давно, если честно. Ну, извини меня, не безызвестный Ван Штефар у нас был тысяча, потом ноль, потом еще чего-то. То есть это 11 лет, грубо говоря. Здесь хоть 14. Как-никак. Ну, вот такие вот бутылочки, в общем, белийского пива. Вы видите и, в принципе, как бы на полках магазина можете посмотреть. Да. Но, к сожалению, таких бутылок на полках магазина я не видел. Хотя в интернете пестрят, что такие бутылки доступны... Сплошь и рядом. Сплошь и рядом, да. Приходи покупать. Ну, давайте не будем никого томить, держать, будем пить. Класс. Трипл. Да. Ну, нефиль. Какой-то нефиль, наверное. Ну, и пенная шапка, опять же, такая очень ровная, да? Очень ровная, очень плотная, как вот снег зимой практически. Хотя нет, не особо-то он и нефиль. То есть он филь. Как-то иногда ошибся. Вот так вот. Видишь, это хорошо. По фирменному скажешь. Как запах? Сейчас, подожди, да. Он, наверное, менее кислый. Более такие, какие-то, вот, сладковатые уже, наверное. Ну, чуть лучше, чем блонд, наверное. Чуть лучше, чем блонд, да. Пожалуй. Хотя в нем, ребята, 8 оборотов обещают. И 17, там, с копейками экстрактивных начального сусла. Они вот так нынче мелко пишут, извините меня, импортеров. Вот посмотрите просто. Вот это просто порнография. Вот тут вообще, даже если близко я вам поднесу, так вообще, вообще ничего не увидите. Надо реально с лупой сидеть, рассматривать. Еще все это высвешит текст, потому что это пиво никто не берет, кроме нас. Ну, как правило. Ну, давай попробуем, посмотрим, может быть оно действительно будет лучше, чем блонд, или хуже, чем блонд. Пробуем. И дегустируем. Вот это мне больше нравится. Оно не такое кислое хотя бы. Оно не кислое, но у него такое послевкусие какое-то есть. Вот у этого пива есть послевкусие. Вот ты вот глоток сделал, есть послевкусие. Да, действительно, задерживается. У предыдущих наших пив такого послевкусия не было. То есть ты глоток сделал, оно как бы... Вот до того момента, как ты проглотил это пиво, оно у тебя во рту присутствует, есть вкус. И потом все, оно как бы уходит, и никакого вкуса нету. А здесь послевкусие такое присутствует. Притом оно очень сложно, если честно. Ну, опять же, я... Я вот не могу... Оно вроде, вот... Почему-то оно мне напоминает вот этот вот псевдосталун. Да, псевдосталун. Вот такое вот что-то есть, такое горчинка какая-то... Горчинка есть, но очень странная горчинка, да, вот горчинка тоже бывает. Горчинка горчинки розни, что называется, да. И мне эта горчинка напоминает такой вот переспелый, немножко гниловатый, сладкий какой-то фрукт. Типа персика. Вот персик полежал где-то на жаре очень долго. А потом ты его решил поесть. Потом начал уже бродить. И потом, да, ты его начал кушать, вот, и у него какой-то примерно вот такой вот. А персик сладкий, а сахар вырабатывают у нас, как обычно, алкоголь. Да. Поэтому, нет, наверное, все-таки это пиво скорее не в моем вкусе. И вот опять же вот эта вот кислость и вот эти дрожжи, запах дрожжей, прикус дрожжей, наверное, все-таки он... излишне. Да, он, наверное, такой вот совсем не любителя. Нет, ну реально там вот смотри, вот там на одне бутылки плавают эти дрожжи, как бы вообще без обмана. То есть там вот они просто сейчас осели, а так-то их там очень до хера. Ну, фабрика экспериментальная, наверное, 13-й год все-таки это не какой-то там 1800 какой-то год. Хотя написано 1313. Но в любом случае, ребята, опять же, очень сильно скажу на любителя, на любителя речь. И если вы реально любите привкус дрожжей, вот такой конкретный, то, наверное, вам это пиво понравится. Я еще на что хочу обратить внимание. Если у нас одно пиво блонд, другое брюне, третье должно быть рыжее. Типа блондинка, брюнетка и рыжая. Да, в принципе, такое есть. В принципе, оно немножко рыжее, хотя блонд был, наверное, примерно такой же. Ну, да, какая-то кислинка, горчинка, я не знаю даже, что это такое. Ну, какие-то вот, Сергей Карлович правильно говорит, какие-то дрожжи, вот эти вот, которые на дне бутылки скопились, они как бы, когда вы наливаете, они все там перебалтываются, и вам в стакан попадается. Потом вы это все пьете, соответственно. Конечно, да. То есть, наверное, при вкус дрожжи... То есть, наверное, фитрить его было бы, наверное, пару раз еще не лишним. Ну, отмечу, все-таки вкус у него есть. Вкус есть. Газированности минимум, вообще минимум. Вот, на мой взгляд... Ее вообще практически нету, да. Почти нету, как бы. Ну, бетгийский сорт, бетгийский сорт и сорта пив всегда были, как говорится, для каких-то ценителей, любителей. Да, это все-таки очень такая... Такой, так сказать, пробный вариант, потому что кто-то любит, кто-то не любит. Кому-то нравится темное, кому-то нравится светлое, кому-то нравится еще какое-то. Оно, наверное, для нас, для нашего понимания, что такое пиво, оно, наверное, слишком нетрадиционное, да. Вот, то есть, не раз мы слышали, что люди из Бельгии, там, или из Европы приезжают, пробуют наше пиво и говорят, ребята, как вы вообще это пьете? Вода и газировка. Да, да, да. Вот. А мы говорим, что, ребята, а вы-то как это пьете? Это же кислять. Вот. У нас пиво неделю постоит, и то вкуснее, чем у вас. Но здесь, опять же, о вкусах не спорят, да. О вкусах кричат. О вкусах, да. Но мы, опять же, в программе Regustration пытаемся именно описать пиво больше, чем какие-то свои субъективные мнения по этому поводу высказать. Ну, давай, может, к оценкам перейдем, да подведем потом итоги. Ну, давай. Ставлю 4,5. Ниже пятерки, да? Я поставлю ровно пятерочку. Да. То есть, наверное, все-таки цена, она, конечно, может быть, и соответствует качеству. Но, наверное, мы это пиво не до конца еще понимаем, что ли, да? То есть... Мы такие, знаете, пивные дилетанты пришли, которые купили, увидели дорогое пиво, о, дорогое, значит, хорошее, надо короче его взять. Да, значит, хорошее. Взяли, попили и сказали, футы, лучше бы ящик, бля, Голландии взял. Да, оно наверняка не настолько плохое. Я еще раз говорю, просто эта вещь для нас непривычная. Вот и все. Она все-таки именно вот... Может быть, если ты ее будешь пить в течение года, ты к ней привыкнешь и к ней уже будешь относиться немножко по-другому. Я не буду пить в течение года. То есть, потому что 450 рублей за бутылку. Если я буду пить в течение года, я куплю себе поршу каен за эти деньги просто. Вот и все. Поэтому ни в коем случае. Соотношение цена-качество дорого, но с какой-то единкой. Экспериментально. То есть, если денежки позволяют, можно пойти купить одну из данных, представленных на нашем обзоре бутылочек. Да, чисто чтобы, опять же, свой кругозор повысить. То есть, если вас интересуют именно какие-то вкусы... Какие-то... Дегустационные. Да, дегустационные. Не просто потребительские. Да, как бы налить себе стаканчик, спокойненько посидеть, напить там бутылочку пива. Не при этом, как бы ни в коем случае не убраться в полное мясо. Ну да. То вполне, как бы, вам можно будет рекомендовать это пиво. Но, опять же, на вкус и цвет товарищи... Супомастеры разные. Все, 25 минут практически мы уже наговорили с тобой. Не задерживайте вас. Подведем промежуточный итог, что если вы любите бельгийскую школу, в принципе, если вы к ней привыкли и так далее, наверное, вам скорее это пиво понравится, чем мне понравится. Да. Но в этом выпуске Андрей Геннадьевич ставил больше арценки, чем Сергей Карлович. Да, да. Все-таки подражал бельгийскому пиву. Хоть на полбала, на полбала, но я всегда был выше. На полбала был выше. Люблю бельгийское пиво, ничего не могу сказать. Отметим еще привкус дрожжей, который присутствовал везде, вот такой вот кисловатый, наверное. Ну, это было очевидно по бутылкам. Да, да. Это было очевидно. Ну, и отметим, опять же, какую-то вот такую традицию определенную. Бельгийского пивоварения. Да. Вот. И градусность, наверное, которая вроде как не чувствуется, но при этом она так цепляет. В общем-то уже, да. Потихоньку, медленно, уверенно. Заявила о себе, скажем так. Медленно, уверенно начинает как бы вас донимать, донимать. Ну, что, на этом выпуск с нашими бельгийскими друзьями подходит к концу. Сергей Карлович. Андрей Геннадьевич. Вы были на канале The Drunk Club Show в рубрике Degustation. Подписывайтесь на канал, дорогие мои друзья. Ставьте лайки, комментарии под видео, ссылочки в описании. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, на Инстаграм подписывайтесь. Обязательно. Сергей Карлович ругается, когда вы не подписываетесь на паблик ВКонтакте и на Инстаграм. Особенно на Инстаграм. Особенно на Инстаграм. Ну, до новых встреч, друзья. Всем удачи. Пока. Пейте пиво, ешьте мясо. Все. Всего хорошего, ребят. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok